Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Наблюдал я довольно-таки за интересным лотом, а именно заготовкой одной гривны с гуртом 1992 года. Понятно же, что вещь довольно-таки интересная и очень крайне редкая. Конечно, заготовки с нанесенным гуртом коллекционируют люди не все, понятно же. Кто коллекционирует штампы, кто коллекционирует просто все, что можно. Некоторые люди также коллекционируют заготовки. Это, грубо говоря, кусок металла, который вырублен из листа с определенными параметрами, диаметр, вес и толщина. И, соответственно, есть люди, которые также коллекционируют монеты, которые уже утилизированы, которые гашеные, когда их просто-напросто раздавливают прессом, получается, как вроде бы квадратики, выдавленные на монете. И, соответственно, так же, как сам процесс появления монет, так же самое их уничтожение. Ну, понятно же, что заготовки попадались в роллах. Я имею в виду другие номиналы, более мелкие. Хотя, в принципе, в априори может произойти все, что угодно. Понятно же, что человеческий фактор никто не отменял. И, возможно, что заготовки могли попасть мимо чеканки. Но, так как у нас гривна чеканится в несколько этапов, сначала и наносится и гурт, а потом аверс-реверс одним ударом, грубо говоря, чеканивает монету. Ну, в 90-х годах было все по-другому. Особенно в самом начале-начале, когда только начали чеканить и думать, как чеканить гривны, довольно-таки проблематично было наносить гуртовую надпись. Первые гуртовые надписи очень сильно быстро забивались, сминались и расплескивались из-за этого, становились нечитаемыми. Ну, а также сам по себе инструмент, которым и плашками наносили гуртовую надпись, очень сильно убивалось. Почему довольно-таки интересный сам по себе лот, кроме того, что это заготовка? Так как гривна 92-го года чеканилась в гладком гурте, вообще не было никаких гуртильных надписей, ну, а потом пытались нанести. В дальнейшем же на киевском монетном дворе чеканят сначала на заготовки гурт, а потом аверс-реверс. И, соответственно, ходят такие слухи, что находили даже в роллах заготовки с гурчением. Ну, тут трудно сказать. Может, конечно, и правда, может и нет. Всякое может быть. Ну, а тут совершенно другая ситуация. Так как гривну 92-го года чеканили в латком гурте, соответственно, наносили только потом гуртовые надписи. 92-й год, это на грани фантастики. Его там совсем на пальцах можно сосчитать монеты, отчеканенные с гуртом 92-го года на гурте. А в основном чеканились с 95-го и попадались в обиходе. Крайне редко, конечно, с гуртом 95-го, но также самые гладкие гурты. Также есть чеканили в 94-96 год, но там это проба. Проба не проба, грубо говоря, практически невозможно найти в обиходе. Давайте перейдем к лоту. Ценность самой по себе заготовки, понятно же, идет индивидуальной. Ценятся они не особо такие дорого, но все же тоже имеют цену. Где-то в пределах до 1000 гривен, смотря, конечно, какая заготовка, под какую монету. Меньшая по 10-25-50 копеек стоит, конечно же, подешевле. Ну, под гривну, так как 90-х годов, то стоит около 1000 гривен. Так же само. Ранее тоже этот человек продавал данные заготовки, но здесь у нас кроме латунной, еще с алюминия. Алюминий довольно-таки редкое явление для такого номинала. Также продавались заготовки с гурчением 2006-го года и 2014-го года. Это, грубо говоря, технологический брак, когда заготовку отгуртили, и она как-то попала на выход, запаковалась в роллы. Понятно же, что 90-е годы в роллы никто не запаковывал. И это больше всего, что заготовку, грубо говоря, вынесли с завода, с монетного двора, естественно. Только еще что же интересно довольно, как это все дело произошло. Понятно же, что заготовку кинули в карман и понесли, но с другой стороны, на готовых монетах 92-го года делали гурчение потом. И, соответственно, когда пробовали, пытались, бывало довольно-таки часто, что это все дело плохо переносилось и не наносилось. Здесь вот ранее показывал тоже гривну 92-го с 92-м гуртом. Крайне редкое явление с тремоточками. Здесь у нас видно, что изображение завальцовывалось, слабо, грубо говоря, прочеканилось. Ну, а в данном лоте все мы видим довольно-таки идеально. Это получается довольно хорошо просчитано. Давление, с какой силой это все дело наносилось. И, соответственно, довольно-таки хорошо нанеслось на заготовку. Классная, конечно, вещь, но такое вряд ли вы найдете, так как на этих гурчений, на таких заготовках было единицы. И выходили в основном монеты 95-м гуртом, ну, а также 96-й, это уже дальше в следующих годах. В 95-м, в 96-м году, соответственно. В 92-м году в основном снаб переборов, только гладкогурты, либо 95-м. Ну, вот такая интересная заготовка, немножко как бы голову поломала. Ну, все же, довольно-таки интересная лошадь. Что вы думаете по этому поводу, отпишитесь в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачных поисков, до скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok